Всем привет! Я Андрей Соловьев и сегодня к нам на огонек заглянул HTC Desire. Desire переводится как предмет желания, предмет вожделения. И я предлагаю посмотреть, насколько этот предмет соответствует тому, что находится внутри этой коробочки. Открываем. Находим сам аппаратик. Находим аккумулятор емкостью 1400 мА. Там нигде не увидите, слишком мелко это написано. Далее. Бумажки-шалобушки. Зарядное устройство с переходничком под европейскую вилку. Наушнички. Наушники интересные. В том смысле, что это наушники вместе с гарнитурой и вместе с таким управлением плеером. То есть здесь вы можете сразу отвечать на звонок, включать паузу, плей, перемотки. Все находится внутри одного устройства. Ну и такие вот мягкие амбушюрчики поролоновые. Ну и естественно, ставший уже традиционным проводочек с USB на microUSB. Итак. Запускаем. Открываем аппаратик. Пока он грузится. Давайте сначала я вам покажу традиционную карточку. Естественно, как и все современные аппараты, здесь у нас поддержка карточек microSD. В данном случае карточка на 4 гигабайта второго класса. Напомню, что Sony Ericsson X10, которую мы недавно тестировали, карточка имеет 16 гигабайт. Таким образом, могу сказать, что все-таки ЧТС немножечко пожадничали. Могли бы положить карточку и побольше, но, видимо, решили уменьшить конечную стоимость продукта. Наверное, на первое время вам и 4 гигабайт хватит. Хотя, наверное, лучше купить карточку все-таки побольше. Итак. Ставим аккумулятор. Закрываем. Защелкиваем аппаратик. Вот так он решил сам включиться. Ну и слава богу. Итак. Пока он грузится, немножечко предыстории. Собственно, откуда появился этот флагман, этот самый мощный андроид-коммуникатор в линейке ЧТС? Все очень просто. Одна небезызвестная компания, которая называлась Google, и называется Google, еще в том году заказала для себя производство аппарата, получившего название Nexus One. Он благополучно стартовал в продаже в январе этого года и продается на территории Соединенных Штатов Америки. Фактически, HTC Desire не что иное, как просто реплика, как, скажем так, работа над ошибками и собственное творение HTC на, скажем так, волне производства Nexus. На самом деле, если мы положим два аппарата рядом, мы обратим внимание, что, в общем-то, это близнецы и братья. За небольшим отличием каких-то мелких элементов, все остальное здесь совершенно такое же. Начать с того, что оба аппарата имеют одинаковое расположение, например, разъемов для подключения наушников, разъемов, в смысле кнопочка питания, задняя сторона камеры, глазочек вспышки, динамик, левая сторона, клавиши, качельки громкости. Даже не стали мудрствовать и сделали точно такие же значочки. Снизу мы видим посредине разъем microUSB, слева микрофончик. И обращаю ваше внимание, что, например, у Desire нет возможности подключения к док-станции, а у Nexus есть вот такие три контактика для того, чтобы вставлять его в собственную док-станцию. Но это все уже мелочи. Суть в том, что в целом аппараты очень сильно похожи. Похоже настолько, что используют один и тот же процессор. Это Snapdragon с частотой 1 ГГц. Объем оперативной памяти немножечко отличается. У Desire это 576 МБ оперативной памяти против 512 МБ у Nexus. Также у Desire появилось FM-радио и кое-какие нюансы по управлению. Вот посмотрите. В отличие от механического джойстика трекбола, который применялся в Nexus, здесь эта же история оптическая. То есть мы просто проводим пальцем над полем джойстика, над полем этого трекбола и происходит перемещение. Также, если честно, не очень удобные сенсорные кнопочки Nexus, которые не всегда с первой попытки откликались на необходимую им функцию, здесь заменены механическими кнопками, что довольно удобно и правильно, на мой взгляд. С другой стороны, вот как-то ощущение от оптического джойстика, чисто тактильный, например, мне нравится меньше, потому что вот эту штуку, ну просто чертовски приятно гладить. То есть это какое-то вот взаимодействие, что ли, с девайсом, оно такое более правильное. Итак, внутри аппараты отличаются прежде всего чем? Конечно же, это интерфейс HTC Sense. Этот интерфейс это фирменная такая надстройка над оболочкой, то есть поверх стандартного Android 2.1. Это, скажем так, очень серьезно проработанное некое количество виджетов, позволяющих, например, получать собственную звонилку, получать всевозможные погодные виджеты, мультяшные эффекты, анимацию, какие-то такие всевозможные полезные украшательства, которые в целом как бы создают некий комплекс таких вот ощущений от аппарата, как от целостного кайфового устройства, и все это очень хорошо и здорово реализовано. Причем делает это HTC и для Windows Mobile, и теперь вот уже и для Android аппаратов. На Nexus такого нету, и приходится как-то выкручиваться, например, вот я скачал нечто подобное в Android Market, называется Beautiful Widgets. В общем-то, похожая история. Некоторые элементы взяты, я думаю, что вдохновлялись ребята, которые рисовали этот виджет, как раз с HTC Sense. Но самая интересная, самая, так сказать, реальная бомба, которую заложили разработчики в Desire, это то, что он поддерживает Adobe Flash. Ура! Наконец-то это первый Android, на котором это реально работает. Сейчас я вам покажу. Значит, запускаем интернет-браузер. Так, а, у нас почему-то отключен Wi-Fi. Давайте посмотрим, как нам его быстренько включить. Так, идем назад, меню настройка, беспроводные сети. Нет, он-то у нас как раз включен. Просто, видимо, мы находимся слишком далеко. Давайте попробуем выключить-включить. Дело в том, что это, пожалуй, первый реальный аппарат на моей памяти, который может открывать сайт на Flash. Итак, запускаем браузер. Открываем поисковик Google и пишем так. Google.com и пишем слово Flash, то есть, чтобы перейти на адобовский сайт Flash. Flash. Поиск. Adobe Flash Player. И смотрим на результаты. Результаты нашего деяния. Напомню, что на Flash, на самом деле, огромное количество сайтов и куча всего интересного делается в интернете, в том числе. И вот, смотрите. Технология еще немножко сырая. То есть, я могу сказать, что это работает не очень плавно. У меня такое ощущение, что где-то порядка 15 кадров в секунду аппарат отрабатывает отображение, скажем так, видео. Но могу сказать, что в целом это уже, конечно, очень круто, потому что вы сможете смотреть, например, лайв-спортивные матчи на сайтах, которые транслируют это в прямом эфире. И вы можете заходить на свою любимую ферму, в конце концов, ВКонтакте, и с такого аппарата все это будет уже работать. Естественно, это не значит, что, например, на Nexus или на других устройствах Flash не будет никогда. На самом деле, он уже заявлен, он находится в разработке, и даже буквально несколько дней назад появилась информация о том, что первая бета-версия 10-го Flash скоро будет доступна для всех. Но, повторяю, реально, если вы хотите получить Flash уже сегодня, то пока это можно сделать на Android аппаратах, пока это можно сделать только на HTC Design. Наверное, это все, что я вам хотел сказать для начала. Еще раз хочу сказать спасибо компании Microbit, которая в очередной раз порадовала нас такой замечательной новинкой. И пожелать вам всего самого-самого. Смотрите нас еще. До свидания.